Сейчас вся страна готовится к 75-летнему юбилею Великой Победы. Школа номер 8 не стоит в стороне. Наряду с многочисленными традиционными мероприятиями, которые в школе проходят ежегодно, по инициативе педагогического коллектива решено было установить памятный камень, а на нем – мемориальную доску с именами учителей, участников Великой Отечественной войны. За долгие годы существования школы собран богатый материал о каждом из них. Это девять учителей, которые воевали, а затем преподавали долгие годы в школе. Материалы об учителях активно собираются до сих пор. Сделан запрос в городской военкомат. Наложены контакты с родственниками педагогов. Деньги на памятный камень школа решила заработать сама, организовав благотворительный концерт и ярмарку, на которой можно купить домашние соленья, варенья, выпечку, а также различные украшения, сделанные собственными руками, коврики и носки, связанные с пиццами, даже предметы мебели. Когда я узнала, что будет ярмарка, я сказала об этом папе. Для этого он сделал этот столик, который, я думаю, многим понравится, его купят. Наш девятый класс очень много принес всего на ярмарку. Это и выпечка, и вязание, и разные сладости. Я надеюсь, что мы соберем достаточно денег для установки памятника. Я хожу в художественную школу уже достаточно давно, и поэтому меня натолкнула мысль, что я могу продать свои работы и внести вклад в общее дело. Эти рисунки у меня были, я их разбирала и решила, что людям такие вещи понравятся, и они с радостью их купят. Моя мама занимается рукоделием, называется жутовая филигрань. Это когда делаешь что-то жгутом. Подставки для кисточек, карандашей, можно декоративные цветы туда поставить. Родители поддержали инициативу педагогов и детей. Они приняли активное участие в организации ярмарки. Так накануне семья Разумовых весь вечер пекла сладкие орешки с начинкой, которые были раскуплены в первые минуты работы ярмарки. Это очень хорошее и нужное дело. Мне кажется даже, что не школьники, не учителя именно вот восьмой школы должны присоединиться к этой акции. Мне кажется, надо присоединиться к этой акции всем жителям нашего города. Но это мое личное мнение. Но я бы хотел, чтобы в этой акции участвовали многие жители нашего города. Потому что крупица, каждый даст пусть по 10 рублей, там 50-100 рублей. Это будет хоть маленький вклад, но мы сделаем большое дело. Так как память о Великой Отечественной войне не должна никогда быть забыта. И это самое главное, мне кажется, сейчас для нас. И мы должны донести это самое главное до наших детей, чтобы они не забывали, чтобы они помнили, чтобы они всегда стремились и становились лучше. Стоимость памятного камня около 30 тысяч рублей. Деньги немалые. Однако педагогический коллектив во главе с директором уверены, что необходимая сумма будет собрана. У школы огромное количество выпускников, которые обязательно помогут. Главное на сегодняшний день – собрать самую точную информацию о каждом учителе, участнике Великой войны. Наша школа – одно из немногих зданий, которое сохранилось в нашем городе, непосредственно связанное с событиями Великой Отечественной войны. На базе нашей школы был госпиталь. И госпиталь, конечно, был и в больнице в нашей центральной. Но мы-то особо ценим нашу школу и эти стены. Детям постоянно рассказываем о том, что у нас был госпиталь, где что располагалось, чтобы ребят понимали, что они ходят не просто по зданию школы, по коридорам, где их спрашивают, где их заставляют уроки учить, а именно там, где были спасены десятки, сотни жизней советских бойцов. Здание с богатой историей – нам это очень-очень ценно. Мы очень переживаем за то, чтобы у нас все получилось. Но я думаю, что все будет хорошо.